Приветствую вас, дорогие зрители! Меня зовут Лиза и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня у нас с вами на обзоре модовая карта Чуваши в масштабе 1 к 4. С разработкой этой карты помогал создатель карты Сибирь Мап 10, а вот, так что имейте ввиду. Сама карта выходит 5 апреля, но уже сегодня в этом ролике мы с вами вместе можем на нее посмотреть. Эта карта кажется маленькой, да, тут всего лишь два города, Ядрин и Маргауш, но масштаб 1 к 4, что позволяет нормально так здесь проводить время. Ну и, естественно, дальше карта тоже будет развиваться, разрастаться. Естественно, тут не будет только лишь два города. Я повезу груз из города Ядрин до села Маргауш, да, больше тут пока что ездить некуда. Груз я уже выбрала, и, собственно, давайте-ка с вами мы, наверное, уже поедем до компании. Так, я все фары включила, все включила, все у меня работает. Вообще интересно будет сейчас ехать досмотреть. На самом деле грустно от того, что я никогда не была в этих местах в реальной жизни, и я не смогу как-то объективно оценить и сказать, похоже ли это место на этот город, на город в реальной жизни. Поэтому сегодня это будете делать вы. Я знаю, у меня есть по-любому люди из Чувашии, так что, да, может быть даже кто-то, кто был в Ядрине или в Маргаушах, допустим, да. Так что, если вы там были, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите это видео внимательно и скажите, похоже ли это место на места в реальной жизни. Мне будет очень интересно почитать комментарии и посмотреть, насколько же эта карта все-таки детально, понимаете, сделана. Вот масштаб тут, как я уже говорила, 1 к 4, то есть это очень даже хорошо, хорошо, приятно. Но с другими картами эта карта не соединяется, не коннектится. Ядринская. Прикольное название. Ядрина. Так. Тик-тик-тик. Сейчас мы груз заберем. Груз, между прочим, репчатый лук. На самом деле, наверное, довольно-таки странно. Из города везти кучу репчатого лука в село, мне кажется, должно быть наоборот. В селе, раз у нас логично, да, и сельское хозяйство должно быть, все дела. Но, тем не менее, у нас тут наоборот. Грузов не было из Моргауши в Ядрина. Я время мотала, 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 мотала. Грузы были только из Ядрина в Моргауши, то есть наоборот. Кстати, Моргауши, я говорю это так, я надеюсь, я... Что со светом? Что со светом? Моя лампа продолжает, в общем, чудить. Я произношу Моргауши, но я гуглила ударение, потому что я боюсь неправильно произнести. И, как говорит Википедия, правильно, Моргауши. А изначально я вообще хотела сказать Моргауши. Но, мне кажется, логичнее Моргауши, да, но если я не права, то, пожалуйста, можете меня поправить в комментариях, и сказать, что Лиза, ты не права, и Ядрина ты произносишь неправильно, и Моргауши ты произносишь неправильно. Поэтому, пожалуйста, если что, просто меня поправляйте. Так, ну и все, собственно, поехали. Ехать нам 57 километров. Посмотрим, сколько времени мы с вами в целом будем сейчас ехать, потому что масштаб тут не один к девятнадцати и не один к одному. То есть, такой комфортный, на самом деле, для меня масштаб. Я такие масштабы люблю. И давайте пока едем, я немножко вам зачитаю информацию, да, про те места, где мы сейчас с вами находимся. Начнем с Ядрина, да, потому что мы едем из этого города. Это небольшой город в Чувашской республике, расположенный на берегу реки Сура, или Сура, я думаю, что Сура, в 60 километрах к юго-западу от Чебоксар, столицы Чуваши. Так, сейчас будем поворачивать с вами направо, поэтому пока что не до чтения нам с вами. Ну, кстати, трафика не очень много, поэтому можем спокойненько с вами поворачивать и ехать дальше. Впереди, смотрите, у нас тут какое-то ДТП, понимаете ли? Я такое люблю. Вы знаете, что я такое люблю, когда какие-то такие вот делища происходят на дороге, какие-то чрезвычайные ситуации, какие-то просто обстоятельства, которые встречаешь на дороге. Это всегда очень интересно. Там у нас заправка, скрытая за деревьями. Ну, слушайте, ну, прикольно, прикольно. Заправочка стоит там такая. Всё. Частный сектор. Пошёл частный сектор. Очень много людей. Коровы, машины. Ну, слушайте. Куры. Так, я прям помедленнее еду. Бабулечка хочет перейти дорогу. Ой, такой милый посёлок. Хотя, я гуглила, Ядрино это город. Город, в котором проживает около 8 тысяч человек. Если в Маргаушах проживает 3,5 тысячи, то конкретно в Ядрино проживает 8 тысяч. Ну, да, конечно, тоже это очень небольшое население, но называется уже городом. То есть уже считается городом, однако, как я поняла, похоже на село. Но выглядит интересно, выглядит всё равно прикольно. Название города связано с тем, что во время войны Ивана Грозного с Казанским ханством в населённом пункте изготавливали ядра для пушек. То есть очень такое, понимаете... Да что такое? Слушайте, у меня сегодня лампа просто вот надо мной прикалывается. В общем, очень такое логичное название города. Изготавливали ядра для пушек. Вот, собственно, и называется Ядрино. Долго не запаривались с названием. Но у нас многие города названы по такому же принципу, поэтому всё вполне себе логично. Первыми жителями Ядрино были стрельцы, пушкари, стрельцы, это я, я по знаку Зодиака Стрелец. Ну, я шучу, если что, это шутка. Первыми жителями Ядрино были стрельцы, пушкари, дети боярские и другие военнослужащие. Так, нам тут нужно будет перестроиться налево, при этом никого не убив. Ага. В 1781 году по указам императрицы Екатерины II Ядрин получил статус уездного города. Так, притормаживаем. Как-то странно, а что тормозим там? Там почему-то фура у нас сдаёт задом. Что происходит? Что у вас происходит? Нам тоже сейчас нужно будет перестраиваться. Ну, я могу чуть более нагло это делать. Чтобы меня точно пустили. Так, всё, хорошо. Вроде пропуск... Ну так, сомнительно, но пропускают. Давайте продолжим. В 1915 году по данным переписи населения в городе проживало 4 429 человек. В начале 20 века основным занятием местных жителей было земледелие и, собственно, торговля. Общая численность на 2023 год уже составляла 7 900 человек. То есть, как я вначале и говорила, то сейчас тут проживает около 8 тысяч. Ну, 7 900, там, да, 8 тысяч. Вот так вот. Ну, на самом деле, очень маленький город с очень небольшим населением. Пока мы с вами едем, можете, опять же, заценить дорогу. Как вам она нравится, не нравится. Тут вон даже есть такие... А, слушайте, нет, мне показалось, что это не ровности, но нет, дорога ровная. Я не знаю, насколько идеальная дорога на самом деле. Там вот строят мост. Слушайте, ну красиво. На самом деле, пока что мне карта нравится. Она, так скажем, не вау, да? Она не вызывает какого-то супер-вау-эффекта, да? Я ее оцениваю спокойно, и я могу сказать про нее, что она не хуже, по крайней мере, других карт. Точно не хуже, я бы сказала, наравне. А это уже хорошо. Это уже хорошо, карта интересная, интерес вызывает. Я надеюсь, она дальше будет развиваться. Надеюсь, что дальше будут появляться новые дороги, новые города. Потому что, конечно, два города это пока что маловато. Но, понятное дело, версия карты 1.0, понимаете? Она вот только-только свежеиспеченная карта. Поэтому логично, да, что сейчас она небольшая. Но мы с вами будем надеяться на ее увеличение. Тут у нас что, справа какая-то заправка. Заправка пропан. Слева кафешки. Кафешки частные дома стоят маленькие. Такие шиномонтажка. Очень мило, очень так приятно выглядит карта. Очень, я бы сказала, по-уютному. И я чувствую отголоски Сибирьмапа на самом деле. Чувствуется, что были приложены немножко руки 10-го. Потому что вот подобные карты, они чувствуются более уютно и более живо как-то. А я такое люблю. Я такое очень сильно люблю. Продукты, отель и куча-куча-куча грузовиков у нас там стоит. Водители спят. На январь 2019 года по числу жителей Ядрин занимала 993-е место из 1117 городов Российской Федерации. То есть, понимаете, очень-очень крошечный городок. Лампа. Ну и в целом, да, вот эта вот вся информация, которая касается города Ядрина. Ну, тут еще, конечно, рассказывается, что в сентябре 1927 года Ядрин стал административным центром новообразованного Ядринского района. Но я думаю, это такие факты, которые вас шибко не заинтересуют. Мне кажется, тут интереснее больше рассказать про население. Как этот город вообще получился, почему так называется, да. И все это я вам уже зачитала, рассказала, показала. В целом, маленький городочек, который очень так интересно воссоздан. Сучково. Сучково. Хорошо. Хорошо. Хорошее название. Приятное. Очень такое. Ехать нам осталось, кстати, 34 километра. На самом деле, довольно-таки быстро мы перемещаемся и приближаемся уже к селу Маргауши. И раз мы к нему приближаемся, давайте я вам тогда немножко расскажу и про него. Сегодня у нас такое обзорное видео, еще и дополнительно образовательное. Потому что что-то полезное вы сегодня узнаете от меня точно там. Маргауши – это населенный пункт в Чувашии, который является административным центром Маргаушского района и Маргаушского сельского поселения. Село расположено в центральной части Маргаушского района на реке Маргаушка и находится в 47 километрах от столицы Чувашской республики, города Чебоксары. То есть, на самом деле, очень близко, очень близко к столице село буквально под Чебоксарами находится. Но я считаю, что 47 километров – это очень маленькое расстояние. Так что я бы сказала, да, что оно находится прямо под столицей, под Чебоксарами. История села уходит в глубину веков. В конце 80-х годов 19 века Маргауши были небольшим селом с населением всего в 720 человек. А с 1964 года село является районным центром. Некоторые современные улицы, села ранее были отдельными деревнями. Интересно, интересно. Представляете? Отдельные улицы были отдельными деревнями. Я не знала. Я этого не знала. На территории Маргауш расположены сельскохозяйственные предприятия, промышленные предприятия, райпо, районный узел почтовой связи, линейно-технический цех и малые предприятия различной формы деятельности. В селе действуют службы федеральных и республиканских органов, образовательные и культурные учреждения, больница, дом культуры, библиотеки, историко-краеведческий музей, детская школа искусств и спортивные школы. То есть, несмотря на то, что это село, оно абсолютно самостоятельно функционирует. У него свои школы, свои библиотеки, свои поликлиники, больницы. Так что современное село, можно сказать. На самом деле, это только я делаю такие выводы. В этом селе я никогда не была. И очень подробно про него информацию я не изучала. Поэтому, насколько оно современно, я, конечно, не знаю. Да, но я думаю, как в любое село, а сейчас, мне кажется, в любом селе более-менее, да, не совсем маленьком, есть и больницы, и школы. То есть, всё для людей, конечно, есть. Там надо перестроиться. Автобус встал на аварийку. А теперь не встал на аварийку. Господи. Извиняюсь за сегодняшнее поведение моей лампы. Я не понимаю, почему она себя так ведёт, и что с ней сегодня происходит. Почему ты обгоняешь через сплошную? Вопрос один. По идее, боты так себя не ведут. Если сплошная нарисована, то они не обгоняют. Этот что-то взял и выгнал. Изране извиняюсь за поведение моей лампы. Она сегодня надо мной просто максимально сильно издевается, выключается тогда, когда не надо. Я её пыталась всячески исправить, но ничего у меня не получилось. Как вы видите, она рандомно выключается, потом заново включается. Как будто бы какие-то контакты отходят. Нам тем временем осталось 21 километр проехать ещё немножечко. Ещё чуть-чуть. Давай, перестраивайся. Население села Маргауши по данным на 2021 год составляет 3562 человека. Но я в интернете находила информацию, что сейчас там население вроде бы 4,5. Или, слушайте, 3,5. Вот либо 3,5, либо 4,5. Как тут написано, 3,5 тысячи человек. То есть очень мало, очень мало. Среди которых 97% населения составляет Чуваши. А 3% это русские и другие различные национальности. Официальные языки в этом селе. Чувашский и русский язык. Вот так вот. Вот так вот вам немножечко информации, чтобы вообще в целом понимали, где мы тут находимся, чем мы тут занимаемся, куда мы едем. Скоро, видели баннер? Скоро-скоро. То есть создатель карты нам уже как бы намекает, что все будет развиваться, все будет дальше расти. Дороги на самом деле приятные, интересные. Я также смотрела фотографии в интернете Маргауши и Ядрина. Но они выглядят все как вот обычное село. Как вот любое село, которое ты загуглишь в интернете, вот это и видишь. А какие-то, наверное, примечательные места, о них, наверное, знают только сами жители этих населенных пунктов. Поэтому, возможно, они тут воссозданы. А я, возможно, их и не узнаю. Потому что я как бы родом не отсюда. И для меня это просто как вот село, город обычный. И, собственно, все. Кстати, такое чувство, будто мы с вами уже находимся довольно-таки близко к селу, потому что какие-то заправки пошли, какие-то магазины, домики. Как будто мы уже приближаемся. Дорога тут такая, конечно, интересная. Раз, резко и ушла просто вправо, стала однополосной. Хорошо. О, там знак, там упавший знак я увидела. Очень много разных знаков. В них можно запутаться, но это хорошо. Если в реальной жизни так, если все так же воссоздано, то это очень хорошо. Справа у нас какие-то уже начинаются домики. Что-то у нас слева. Ивановка. Слева у нас Ивановка. Поля, поля, поля. Если поедем дальше прямо, то в теории, конечно, могли бы мы с вами доехать до Казани, но Казани тут нет, поэтому мы с вами. Только пока что по двум городам туда и сюда можем кататься. Какая тут огромная развязка. Такое чувство, будто мы наоборот приближаемся к какому-то очень большому городу, а мы, по сути, приближаемся к селу. А, ну, кстати, на самом деле, если Маргауши находится под Чебоксарами, то логично. Это логично. Всего-то 40 километров, поэтому, по сути, мы в теории, в теории, вы где-то рядом с Чебоксарами. Но мы уезжаем с вами в сторону села. То есть, скорее всего, как-то так, это именно здесь. Так, повернем налево. Налево, налево. Ландыши. В этом смысле поселок ландыши или что ландыши? Прикольно. Ландыши, ландыши. Справа. Что-то на кладбище похоже. Справа. Домики, домики слева. Очень, так, знаете, лампово. Вот реально уже такое ощущение появляется, будто ты где-то в такой сельской какой-то местности, деревни, села. Начинаются очень так это все заманчиво выглядят. Я такие локации люблю. Какое-то черное пятно у нас там на дороге. Свинки, вот смотрите. Ой, свинки, блин. Это козочки, кажется, или барашки. Вот коровки пасутся. Там чучело справа было. Вот у нас уже тут пошли дома такие. Ой, проселочные там такие дороги. Очень мило. Я люблю. Я такие локации люблю. Лично мне такое нравится. Я не знаю, как вам, конечно, свое мнение. Напишите в комментариях, как вам такое. Любите ли вы такие вот места? Лично я люблю. Я люблю вот эти села, деревеньки. Когда мимо них проезжаешь, такие приятные внутри испытываешь чувства. Домашние, я бы сказала. Как будто бы ты сейчас едешь к своей бабушке родной. А она тебя там дома ждет с пирожками. С какой-нибудь стряпней. Маргаушка. Река. Такая-то очень маленькая Маргаушка. И вот, собственно, само село Маргауш. Вот таким вот образом оно выглядит. Я могу еще полетать свободной камерой. Показать вам его подробнее. Чтобы вы могли рассмотреть. Даже дома есть многоквартирные. Пятерочка. Люди. Везде люди. Я вот это люблю. Когда много народа, это всегда хорошо. Это сразу появляется ощущение жизни и наполненности. Так. Ой, тетя, извини. Тетя, тетя, я тебя чуть не задавила. Я была очень близка к тому, чтобы ее задавить. Ей повезло, что я ее заметила и затормозила вовремя. Так. Давайте попробуем запарковать наш прицеп. Задним ходом. Так, 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 так. В принципе, места здесь очень много. Я обожаю, когда для парковки предоставляют много места. Так. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Только тут лучше молчать, потому что легко накосячить, когда еще разговариваешь. Так. 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 идеальная парковка получается потому что я уже я уже умею все это делать превосходно из ядрина в морга уж мы с вами доставили груз вот собственно такой вот участок карты нам открыт стал до стал желтым и это все дело изучили но давайте теперь чтобы вам было поинтереснее я еще полетаю по морга уши в свободной камерой чтобы вам что-то можно было показать еще вот здесь вот у нас с тупо что в любом городе из тура что за звуки такие это что за звуки звуки такие будто либо что-то на костре жарят либо ток какой-то бьется где-то вот тут у нас такие вот улочки сельские ну такие простенькие тут даже дороги то по сути нет мы сюда вроде как проехать не можем или люди да тут у нас люди так спокойно ходят по дороге смотрите в этом селе есть также торговый центр счастье зеркало уберу вот торговый центр свой торговый центр между прочим если вы из морга уши пожалуйста напишите и либо если вы там были напишите действительно ли это так здесь у нас магнит универсал фиеста развлекательный центр есть заправочка тут у нас пятерочка много квартирный на и дома гаражи прямо как из симулятора прыгания по гаражам очень похоже ну и вот так вот дома 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 тут еще у нас дома в общем так то похоже мне вот завода улковск напоминает налоговая служба прокуратура здесь у нас тоже посмотрите кафе продукты кафе 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 всякие разные в общем кафешки там дальше у нас тоже дома стоят стоят дома это что такое а ну возможно мы сюда не должны заглядывать так ну какое-то еще то ли предприятие то ли это компания да эта компания скорее всего дальше у нас просто тоже дома 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 вот еще какое-то интересное место это очень похоже на музей скорее всего музей либо театр музей либо театр а но это дом культуры скорее всего это дома культуры потому что написано что есть дом культуры вот возможно это он сейчас я переместилась еще раз в город ядрин чтобы в ядрин тоже полетать свободной камерой и поподробнее вам показать еще и этот город он все-таки побольше чем морга уж и тут есть компании стоят там дальше компания мы туда с вами ездили тут у нас домики далее у нас много квартирные тоже стоят дома этот больше похоже на какие-то здания предприятий возможно здесь у нас смотрите бассейн спортзал вообще это физкультурно-спортивный центр при сурье если есть такое то пожалуйста маякните в комментариях действительно ли это так это у нас похоже на какой-то отдел то ли полиции то ли кого дали опять какая-то прокуратура непонятно чувак да это название карты тут такая листь мини реклама на баннере pink fruits продукты самолет вот этот самолет действительно есть я смотрела картинки города ядрина вот и там есть вот эта достопримечательность этот истребитель да это наверное вот там вот прям есть такая фотография так что вот так вот скорость убивает забавьте скорость на пешеходном переходе здесь могла бы быть вашей рекламы мой канал там должен быть камил русская кавказская восточная кухня мотель тут такие вот маленькие узкие улочки папа дом пропал но ничего нормально это нас такие гаражи гаражи ну и дальше естественно тут ничего нет ну потому что по сути ты сюда не заезжаешь на фури на фури сюда не про ехать поэтому это не проблема что все пропадает здесь посмотрите у нас такой весьма интересный парк вако ванная комната интересно это настоящая существующая реклама вот именно правда такой магазин там есть у них или нет я вот этого не знаю посмотрите здесь такой вот очень милый парк маленький маленький но с красивыми деревьями мужики сидят в странных позах тут нету этого то все нормально вот к этому есть некоторые вопросы конечно как он себя чувствует женщина с коляской фотограф ангел больше точно какой-то мемориал немножко похожи тут у нас такое продолжение и собственно дальше тоже можем пролететь посмотреть там у нас ведь и табличка скоро то есть скоро что-то будет там дальше достроена сделано церковь небольшая церковь церковь да церковь ну и опять какой-то торговый центр тут же расположен в общем как то так на самом деле довольно таки небольшой тоже этот ядрин можем даже немножко залететь сюда посмотрите тут у нас дальше мы по-любому будем ездить по этой дороге строится мост и тут возможно дальше будут новые дороги новые города кстати дорога то есть значит что-то что-то очень скоро будет я люблю ядрин вот ну а на этом моменте ролик подходит в концу всем вам большое большое спасибо за просмотр я лично эту карту оцениваю на 10 из 10 я лично эту карту оцениваю на 10 из 10 потому что вижу что у нее есть потенциал карта детальная живая в ней много разных дтп людей да то что я люблю очень много таких интересных деталей за которые цепляется глаз и это классно это здорово я считаю это очень важным критерием в модовых картах поэтому я оцениваю на 10 из 10 и конечно надеюсь на то что карта будет дальше развиваться на то что дальше будут появляться новые города новые дороги и мы с вами будем даже полноценно тут может быть вместе когда-нибудь ездить по территории чувашие ну а вы как оцениваете данную карту обязательно пишите в комментариях оцените тоже по 10-бальной шкале как мы это с вами всегда вместе делаем и не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал и на этом моменте все всех вас целую обнимаю и всем пока